Жрицы любви Учителя решили митинговать именно здесь, на Ленинградке, ближе к центру, к правительству, чтобы их наконец-то услышали Сейчас мы попробуем поговорить с кем-нибудь из митингующих и узнать о проблемах школы и какие требования выдвигают учителя Сегодня здесь, на Ленинградке, довольно-таки многолюдно и поэтому трудно понять, кто здесь митингующий, кто прохожий, а кто просто пришел поддержать учителей Вот, по всей видимости, это одна из митингующих, обычный учитель средней школы Довольно-таки еще молодой специалист, попробуем поговорить с ней Добрый день, новости дня Можно вас буквально на пять минут? Ну, а что, на пять-то? Бери уж сразу на час Нет, нет, целиком передачу мы посвятим вам в ближайшее время, а сейчас, если не против, короткое интервью Ну, ладно, давай только, знаешь, как-то это, по-быстренькому А то, вон, ты своей камерой мне всех девчонок распугал О! Попрятались все Я не понимаю, а чего бояться-то? А если их предки по телеку увидят? Чем их дочурки тут занимаются? Я не понимаю, опять же, чего стесняться? Вы занимаетесь любимым делом Ваша профессия одна из самых уважаемых во всем мире Да? А я всегда считала, что наоборот Ну, почему? Вот, например, я всегда с большим уважением вспоминаю Ваших коллег, которые для меня немало сделали И мою первую Мариванну Несмотря на то, что мне тогда было всего 7-8 лет И Надежду Семеновну Которая обожала меня, несмотря на мои, так сказать, шалости И даже физрука Сан Саныча С которым мы довольно-таки тесно и тепло общаемся и по сей день Я уверен, что и вас тоже любят и обожают все те, кому вы даете, так сказать, возможность учиться у вас А таких, я уверен, у вас уже было немало А будет еще больше Ведь вы довольно-таки еще молодой специалист Сколько, если не секрет, вы уже в профессии? Ох, спасибо, конечно За комплимент Но У меня уже 15 лет позади И я не собираюсь заниматься этим всю жизнь Ну, какие ваши годы Марья Ивановна, о которой я вам только что говорил В прошлом году исполнилось 70 А она в такой потрясающей форме Что у нее еще есть чему поучиться А вы лучше скажите А какие проблемы волнуют вас на сегодняшний день Ведь не случайно такое количество ваших коллег сегодня вышло на улицу Так ведь в этом-то все и дело У нас, знаешь, какая конкуренция? Конкуренция? Во всех газетах пишут о нехватке кадров А вы говорите, конкуренция Ой, да врут все ваши газеты Да я тебе хоть сейчас вон 30-40 девчонок в ряд поставлю Выбирай на вкус Светлые, темные, худенькие, полненькие И все хорошенькие, молоденькие За 150-200 долларов и споют, как говорится, из пляшек А если им для начала еще и налить Они такое вытворяют Что вам и не снилось Простите, вы хотите сказать, что ваши коллеги Могут позволить себе спиртное на рабочем месте? Да нет Ну они ж не нажираются Да без памятства Ну так Грамм 150-200 Ну, чтобы язык развязать Для поддержания, так сказать, контакта Слушай А может быть Возьмешь кого? Да нет, спасибо Мне, знаете ли, как-то Ни к чему А? Что? Понятно Физрук Сан Саныч А при чем здесь Сан Саныч? Просто поймите меня правильно Ну, возьму я под свою опеку одного специалиста Ну, второго Ну, проблему-то мы этим не решим Необходимо, чтобы у каждой из ваших коллег Была своя группа Человек 25-30 А? Как вы, согласны? Ну, это ты загнул 25-30 Ну, а вот скажем 5-6 постоянных клиентов Вот это, пожалуй, самый раз Ну вот видите Получать деньги мы хотим А поработать с группой 25-30 человек уже сложно Не надо бояться трудностей Вот у нашего физрука Сан Саныча Сан Саныча Была своя группа 38 человек В заключение я хотел бы спросить у вас Вот если бы можно было повернуть время вспять То Кем бы вы стали тогда? А вы знаете Я ведь С детства мечтала стать Учителем Спасибо Уважаемые телезрители Это был репортаж В репортаж с Ленинградки Где сегодня проходит митинг Учителей средних школ Которые, несмотря на все трудности По-прежнему преданы своей профессии И верны своему делу За что им большое Человеческое спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ